Здрасте! А у меня тут для вас самый няшный симулятор деревни, который я видел вообще в ближайшем прошлом, и, наверное, даже в среднем прошлом. Поэтому давайте новая игра нажимать. Тут уже и озвучка есть, собственно, и всё как надо вообще, всё как надо. Процедурная генерация региона происходит на ваших глазах. И вот, собственно, глобальная карта, которая поделена, видите, на регионы, у которых есть название уникальное. И мы можем выбрать какой-то из них, на котором будем начинать. Ну, например, вот можем начать на юге. Смотрите, тут вам и вода, тут вам и леса, только горы нет. Вот я даже не знаю. Горы — это же, наверное, какие-то ресурсы полезные. Ну, короче, пойдём сюда, а чё? Я принц. О, я высочество, в смысле, я вообще высочество. Ладно, я принц, шутка конечна. Так, деревню я назвал. Мне по душе принцесса. Потрясающе. Меня зовут. Всё, я себе всё сделал. Стандартная игра. Карта с Генерина, тыкаем играть. Погнали смотреть. Давным-давно всё это началось. История любви, войны и слёз. Царицы и цари, что раньше жили, на подвиги детей благословили. На поиски земли, полей, лесов, тычинок, пестиков, любви плодов. Принцесса или славный принц, ты будь, исследуй, покоряй в счастливый путь. О, поэзия, господа. Но помни, если лишь мечом махать, то вряд ли сможешь ты легендой стать. Ведь королевство строит мастерство. Недаром сердце есть. Услышь его. Земля, познавшая любовь с войной, навек скрипит тебя судьбой одной. Я пытаюсь картинку тоже смотреть. Теперь ступай, твори, карай, шали, а после долго, счастливо живи. Долго и счастливо живи, надо было написать. Так складнее как-то звучит. О, слушайте, я впервые вижу, чтобы адаптация, локализация была еще и написана с рифмой. Вот это прикол. Ха-ха! Так, по 10 очков этому разработчику, пожалуйста. О, начинается геймплей. Глава первая, новое начало. Вы только посмотрите на это. Как же это офигенно смотрится. В общем, у нас есть задача. Да, сейчас нас научат управлять камерой. Наше королевство началось со скромного лагеря рабочих. К чему потом все это привело? В общем, это будет такой небольшой туториал, который будет вписан в историю игры. За который это, наверное, первая игра. Может быть, вторая. Я что-то такое припоминаю, но не могу вспомнить, что была за игра. Короче, за выполнение туториальных заданий нам дают награды. И следующее наше задание. Нужно построить лагерь рабочих. Рабочего нанять, собственно, туда. И гравийную дорогу организовать. Ну, допустим, лагерь рабочих. У нас будет, ну, где-нибудь вот здесь, например. Давайте посмотрим. Вот так он выглядит. Вот так мы его ставим. Вот здесь можно строить гравийную дорогу. Она стоит золота, кстати говоря. Вот. И сейчас наши ребятки будут ее колотить. А, нет, не будут. Это же лагерь рабочих. Да, наймем одного рабочего. Задание было успешно выполнено. Забираем награду. Второй рабочий нам пригодится. И вот сейчас начинается максимально интересная штука. Постройте домовладение. Это не просто дом. Вот. Это прям домовладение. Сейчас я вам покажу. Ну, допустим, у нас будет дом первый. Первый наш поселенец будет жить здесь. Смотрите. Во-первых, у него есть потребность к воде. И есть потребность к дороге. Но самое классное. У него еще есть. Вот сейчас мы отключим. Здесь было где-то автоматическое строительство. А оно не работает почему-то. Короче, я могу ему организовать двор. Вот, например, такой. И теперь, если я выключу автоматическое строительство. И удалю все, что здесь есть. Я смогу кастомизировать то, что будет в нем. И каждая вещь, которую вы поместите на его двор, будет на что-то влиять. Ну, например, яблоня добавляет домашнюю еду. То есть эти чуваки, живущие в этом доме, будут меньше потреблять еды. Курятник тоже самое делает. Есть еще небольшая теплица. Есть сортир. Это дает плюсы к привлекательности. Он... Это туалет класса сортирован. На улице находится. Странно, что у них дома нет. Есть также собачья будка. Опять же, привлекательность. Есть еще ули. Это тоже еда. Типа мед будут делать. Ну, в общем, понимаете, как прикольно. Ну-ка, давайте повесим сюда... Каждый объект вращается, само собой. Повесим сюда какие-то вот сушилки. Белевую веревку. Причем ее, думал, комбинируется. Ну, ладно. Добавим сюда собачью будку. Допустим, вот так. А, всего две. Ну, слушайте. Надо с едой тогда решить вопрос. А можно будку убрать? Спасибо. Я бы воткнул сюда... Вообще, курятник, наверное, прикольнее. Просто яблони, она будет заслонять с собой... Ну, понимаете, да? Внешний вид. Она, конечно, прикольная. Но, учитывая, что и то, и то дает одно и то же прекрасность, вот одно и то же, мне хотелось бы курятник. Короче, строить это будет стоить нам 55 денег. И давайте сразу подключим к ней дорогу вот такую. И все. Учитывая, что у нас один рабочий, он сейчас пойдет колотить этот дом. Потому что у нас есть в запасе 215 бревен. Блин, какая же она офигенная. Мне эта игра очень сильно напомнила Foundation. Но здесь нету никаких там процедурных тропинок. Но здесь есть какая-то боевая, базовая боевая система. Сейчас, к сожалению, нифига не открыто. Но чуть попозже мы это дело все с вами увидим, я думаю. И я бы на самом деле попроходил ее. Потому что, ну, давно не было таких вот няшных градостроев. Я уже тут думал Foundation запускать на канале. Но Foundation еще там грядет какое-то обновление. Поэтому мы поиграем вот в это. Мне это очень понравилось. И значит, надо поиграть. Кстати, обратите внимание, он сначала строит дом. А потом идет во двор и строит вот эти вот доп-части. О, первое домовладение. Здесь живут и едят ваши подданные. Чтобы в домовладении все шло как надо, нужен старший по дому. Не забудьте его назначить. Хорошо? Старший по дому? Хорошо. Постройте колодец. Завершите строительство двух домовладений. Не вопрос вообще. Давайте сначала организуем дом. Я вот прям даже не знаю где. Вообще, надо сказать, что вот это вот домовладение, его можно меньше делать. Я, наверное, зря поставил его сразу вот таким вот пятиклеточным. Потому что, учитывая, что у нас сейчас возможность есть только двух предметов, наверное, и не надо было так делать. Но я буду ставить так, потому что мало ли они потом прокачаются. Было бы классно. Собственно, ну вы понимаете. Так, давайте пасеку бахнем сюда. И давайте тоже. Это что дает? Это еду дает. Ну и нам нужна еще привлекательность. Я думаю, что это будет сортир. Соседи будут ходить срать к этим соседям и будут чувствовать себя просто прекрасно. Так, и мне нужна дорога. Мне нужна тропа. Вот такая. Вообще, надо вдоль тоже организовать дорогу. Как-то странно без нее. Потом эта замечательная повозка канет в небытие. Поэтому пофиг на нее. Пускай стоит. Ей осталось жить недолго. И теперь нам нужно построить колодец. Вот наш замечательный колодец. И у нас разблокировались некоторые здания. Мы к ним скоро вернемся. Вот, например, лагерь лесорубов, пожалуйста, вам есть. Можно его организовать. У него есть какая-то область, где они будут рубить деревья. И как я понял, вот эти деревья, они успевают нахрен вырасти заново. Потому что они их рубят, а деревьям насрать, понимаете. Они не кончаются. Офигеть, я был в шоке, короче, с этого. Ну, в общем, давайте поставим ее сюда. Почему я ставлю ее сюда с таким запасом? Потому что эта штука тоже может быть потом оттюнингована новыми какими-то пристройками. Прикиньте, как клево. Ну, ладно. Короче, вода. Колодец нас интересует. Вот здесь отличное место под колодец. Но, по-моему, этой штуке тоже нужен колодец. И я даже не знаю теперь, что делать. Ну, допустим, он будет здесь находиться. Я, может быть, тогда эту штуку сейчас снесу. Деньги-то вернутся. Вроде вернулись. В общем, ладно, пусть строят колодец. А я потом поставлю лесопилку, видимо, уже чуть по-другому. Потому что она вроде тоже воду требует. Или не требует. Вот непонятно. Вот эта капелька, она как бы намекает, что ей нужна вода, понимаете. Но как будто бы и не нужна, да. Ну, потому что это же твою мать лесопилка. Нахрена ей вода. Ну, вот если я так поставлю, по идее вода до нее дотянется. Давайте так поставим, нормально будет. Делаем тропу. Дорогу, вернее. Дорожка тоже прикольная. Я единственное только не понимаю, что вот это такое. Это как будто бы, знаете, следы с водой. Но учитывая, что дождя не было, они смотрятся как будто, ну, херня какая-то. И когда будет дождь, кстати, она будет здесь копиться. Вода, в смысле. Это прикольно тоже. Ну, вот второе домовладение было успешно достроено. Оно тоже, кстати, все дома здесь процедурные. Потому что, вот смотрите, тут, пожалуйста, вам столик с двумя стульями организовался. Здесь, например, какой-то горшок с цветком поставился. Ну, и в целом, обратите внимание на сами домики. У них разная архитектура. У этого какое-то колесо сбоку прикреплено. А здесь вообще ни хрена нет. Вообще ни хрена нет. Тупо коробка, короче. Да, и этот дом, кажется, меньше. Ну, в общем, строят же, мать их. Ну, ладно. В общем, все. Сейчас ждем колодец. Вот наш строитель ходит там, ресурсы доставляет. Только что дерево принес. Сейчас принесет уголь. И мы должны... Я специально не нажимаю построить. Жду пока вот начнет колодец организовывать. Теперь можно уже позволить ему колотить лесорубов. Они нам очень нужны. Потому что дерево как бы кончается. Его 190, но маловато будет. Вот. Если мы посмотрим на наше население, то вы увидите, что у нас есть еще и классы людей. Помимо того, что у нас есть крестьяне, которых сейчас 4, у нас еще будут горожане, дворяне. И внезапно войско. Вот это, конечно, очень впечатляет и интригует. Потому что с кем здесь воевать и как, это вопрос. Ну, и к нам только что присоединились два эмигранта. Мы их, собственно, принимаем. Насколько я понимаю, они здесь именно приходят, не рождаются. И вот там говорит этот рассказчик, пока ваши жители счастливы, к вам всегда захотят присоединяться другие. Конечно, если найдется местечко. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Че? Забираем награду за это задание. А теперь мы должны построить ферму, разместить 25 клеток овощных культур и назначить туда земледельца. Или землевладельца. Да. Вот это место отлично подошло бы под ферму. И вот это место отлично подойдет под ферму в центре поселения. Но я просто, видя... Ну, понимаете, реку, я думаю о рыбалке постоянно. Давайте посмотрим вообще, как оно. Ну, допустим, если я поставлю ферму здесь. Ну, скажем, вот тут прямо. У наших лагеря... Ну, этих, идиотов. Значит, нам надо 25 клеток. Сколько я поставил? 6 на 3. Можно даже 6 на 4. Будет 24. А можно вообще вот так сделать 7 на 4. Воу. И как раз будет 28. А я могу 40. Нифига. Нифига себе. А как снести? Серьезно, по одному квадратику? Да, это проблема. Я просто... У меня вопрос. То есть, если я вот так сделаю... А у вас заборы как же? А как же заборы? А, они процедурные. Я понял. Я подумал о том, что было бы прикольно, если бы можно было сделать такую, знаете, тропинку, а по обе стороны от нее поля. Ну, вот, например, если вот эту тропинку взять за центр... Ну, короче, ладно. Я, наверное, все-таки поставлю... Черт, как мало места. Слушайте, это капец. Ну, учитывая, что мы рубим лес тут, наверное, все-таки я это место и сберу для моей фермы. Снесу половину леса. Вот, например, к этой простройке... Простройки. К этой постройке с нашими рабочими тоже будет какая-то пристройка. Поэтому я боюсь обосраться. Понимаете? Очень сильно. Ну, короче. Вот у нас будет какое-то такое поле. Вот такое. Вот это уже сколько? 28 клеток. Можно еще прибавить. 36. И у нас еще есть 4 клетки. Вот такие вот. Ну, я, наверное... Я даже не знаю. Я бы хотел добавить сюда, может, клетку. Можно? Нельзя. Ну, все тогда. 225 золотых будет стоить мне эта ферма. И мы ее, естественно, покупаем. Дорожку к ней проводим. Да, я немножко уничтожил лес. Но я надеюсь, что мы его как-нибудь потом восполним. Потому что я видел, что здесь есть лесничие. Еще какие-то чуваки. И в целом, давайте пробежимся по постройкам. Что у нас вообще существует? Значит, открылся склад. Это замечательно. У нас будут лагерь каменотесов. Мастерская углежога. Причем этот чувак, походу, из дерева его будет выжигать. Каменоломня. А в чем прикол? Использует древесину. Производит доски. Это лесопилка. О, привлекательность вообще отвратительная. Ну, понятно, да. Мастерская кабенщика. Понятно. Железный рудник. Будет еще кузница. И вот еще укрепление. Смотрите. Стена. Дозорная башня. Стена из дерева. Короче, офигеть. Ну, и качество украшения. Ха-ха-ха. Они знают, что мне надо. Сортир. Я могу ставить сортир. Я пока не буду в украшения упорваться. Ну, черт, они такие прикольные. Дай посмотреть-то. А. Там выбор открывался. Какие клумбы. Класс. Ха-ха. И я здесь все буду декорировать. Причем, знаете, в чем класс? Вот я ставлю дерево. Ну, допустим, есть какое-нибудь нормальное? Вот что-нибудь такое вот. Ну, вот допустим, я его ставлю. И наш строитель пойдет его сейчас будет сажать. А? Как вам такое? Ну, да, он делает это молотком. Но посмотрите, как классно оно смотрится. Просто идеально. Я, конечно, загородился, я тут все. Но мне кажется, без него как-то не так все это выглядит. А с ним все выглядит именно так. Скоро прибудут новые поселенцы, а жилья для них нету. В общем, чтобы увидеть, сколько дней осталось до прибытия, наведите. Ну, вот написано, что через неделю прибудут еще поселенцы. Как правило, приходят по два чувака. Видимо, скорее всего, разработчики этой игры тему эту срисовали с Foundation, опять же. Потому что там тоже приходят по два. Иногда по три, когда все супер хорошо. Но у нас вроде бы как счастье 63. Хотелось бы, конечно, сотку. Но ничего, ничего. Мы с этим справимся. Мы это переживем. Давайте поставим сразу еще одно домовладение. Вот такое. И на этот раз я поставлю сюда яблоню. И яблоня у нас дает еду. Нам нужна привлекательность. А я даже не знаю, что использовать-то. Ну, будку, что ли, собачью. О, смотрите, территория. Территория домовладения. Огороженный садовый участок с подстриженной травой. Ясно. Ясно, понятно. Я что-то подзалип. Ну, короче, давайте белевую веревку здесь бахнем. Вот такую и будет хорошо. Струйте мне дом, ребята. Пожалуйста. Что-то еще открылось в украшениях. Какая-то стрелка открылась. Но она мне не очень нужна. Не очень важна. И не требуется. А вот лагерь лесорубов я построил и забыл туда назначить чуваков. Вообще, сколько у нас безработных? Трое. Поэтому вот сюда идет один чувак. А на ферму я поставлю двух чуваков. И, кстати, надо бы посмотреть, что мы вообще выращиваем. Мы выращиваем тыкву. Воу. Тыква. Офигеть. Так. Ферму выполнили. Разместите три украшения. Выполнили внезапно. А, нет. Не выполнили. Это было лагерь лесорубов. Три украшения. Ну, хорошо. Пойдем. Они знают, что мне надо в этой игре. Ну, вот здесь будет... Нет. Сортир я уже там построил. Давайте что-нибудь... Ну, что-нибудь типа того. Мне кажется, там дорога пойдет. Я зря это делаю. Давайте, может, клумбочку, что ли, какую-нибудь. Вот рядом с фермой. Вот так. Вот. И, возможно, куст в клумбе. Звучит странно. Нет, давайте сортир. Ну, потому что фермерам тоже надо какать. А если у них будет рядом туалет, то какать они будут ходить. Прямо вот не отходя от кассы, что называется. И наша следующая глобальная цель. Достигнуть ступени поселения. Для этого нам нужно девять или сколько? А, десять крестьян. И тогда у нас будет село. Я, кстати говоря, живу сейчас в селе. Поэтому я знаю. Я знаю. И я бы здесь жил. А вы сеете, ребятки? Вроде сеет. Все нормально. Мне нужны люди, которые прибудут через два дня. Давайте ускорим процесс. Еще обратите внимание налево. Мы уже собираем какие-то налоги с наших поселенцев. Двадцать одна монета пришла. И, видимо, дальше больше. Вот именно так в этой игре и зарабатывается. Вот у нас есть налоги, двадцать четыре монетки. И у нас есть содержание непонятно чего. Но какое-то содержание имеется. К сожалению, статистика не открывается. Может быть, какой-то нужен. Не знаю. Может, кто-нибудь. Принимаем поселенцев. Теперь у нас восемь человек из девяти. И это прекрасно. Нам надо десять. Поэтому мне нужно еще одно домовладение. Вот здесь у нас камни, да, будут добываться? И вот этот дом скажет мне, что, ах ты, падла, я тут живу нормально, никого не трогаю, а ты мне тут камни рубишь рядом. Это не круто. Слушайте, давайте, может, еще один домик организуем. Надо как-то поприкольнее все это сделать, чтобы красиво было, понимаете. Вот, может быть, здесь. Но тут у меня как бы лагерь лесорубов. Давайте вот здесь. И я смогу здесь дорогу протащить. Не знаю, хорошо я делаю или нет. Но мы это дело скоро проверим. Короче, у них будет курятник. И у них будет будка для собаки. Вот так вот. И мы пойдем когда-то вот сюда. Потому что, потому что, ребята, вот этот квадрат, вот этот квадрат, который у нас существует, мы его сможем расширять. Знаете, как в Сити и Скайлайнс, когда вы покупали новые регионы, вот мы таким же образом будем покупать новые квадраты. Вот, например, у нас в этом квадрате есть огромное месторождение камня. Есть какие-то руины. Это что, говорит, мой старый дом? Где-то у меня там-то и ничего остался. Ну, таким образом он как бы намекает нам, что надо все разведать. Ну, и у нас еще вот здесь есть какая-то гора, на которую, кстати, вот здесь, видимо, можно забираться. Хотя спуск, конечно, прям дикий. И тут у нас ручей образовывается. О, отражение. О, май. Ладно, все нормально. Я справился. Я бы взял, на самом деле, вот этот вот. Ближе к океану. Хотя гора, конечно, сильно бесит меня. Ну, ладно. Посмотрим. Когда придет время, я приму решение. Соберите налогов на 200 монет. Следующее задание. Ну, и село, конечно. Нам нужно подождать неделю, чтобы у нас прибыли новые поселенцы. И давайте подождем. Налоги, кстати говоря, собираются каждый день. А не каждую неделю. До прибытия поселенцев еще 4 дня. Но я хотел показать вам, как формируются в этой игре лужи. Вот сейчас идет дождь. Во-первых, обратите внимание на эффекты стекания воды с крыш. Даже с колодца. Ну, и, конечно, формируются прекраснейшие лужи. А это вот мой строитель, если что, ему. Роберт Гарсия. Ему немножко грустно, короче. Вот он тут сидит. Не грусти. Я могу, кстати, их переименовывать. Ну, например, вот. Я могу переименовывать крестьян. Ха-ха, нормально. Один день остался до прибытия замечательных крестьян. Я полностью готов их принимать. И создавать уже село. Давай. У села, по идее, должен быть глава. Вот, пожалуйста, вам 2 из 2. Достигнута новая ступень. Ого, ничего себе. Наши старания привлекли достаточно подданных, чтобы это местечко звалось селом. Отныне ваша семья будет ожидать регулярных отчислений в размере 5 монет в семейный фонд. Вы получили полтинник. У нас открылась таверна, лагерь каменотесов, мастерская углежога, амбар, лесничество. Высаживает новые деревья в рабочей области лагеря лесорубов, к которому присоединено. Ну вот, замечательно. Так, забираем награду. И наша следующая задача, помимо того, что налоги надо собрать, мы должны построить лесничество, лагерь каменотесов и склад. Давайте изучать. Так, у нас появился амбар, где может храниться жратва. Что прекрасно. У нас есть теперь вот эта мастерская углежога, которая требует камни. Вот у нас есть лагерь камнетесов. Так, больше я его никуда не могу поставить. Это единственное место. Подожди, а что за приколюха? Вот так могу поставить его, по идее. Или даже вот так. Во, вот так, наверное. И видите, он мое... Даже если я его вот так поставлю, он все равно, к сожалению, забирается на домовладение. Увы и ах. Ладно, дорогу организуем. Значит, следующее, что нам требуется, это лесничий. И таверна. Таверна стоит 10 камней. Но это все будет построено, видимо, уже когда мы камни начнем добывать. У нас есть всего два безработных. Этого мало, я вам скажу. Нам нужно больше золота и безработных. Так, а где же... А где же мой... А, слушайте, лесничий. Там было написано, что это апгрейд, да? Следовательно, вот у нас тут есть... Да, открылась пристройка. Теперь у нас тут есть лесничий. Вот, и мы можем его разместить на любой квадрат из этих вот. Я его, наверное, вот сюда поставлю. И, по идее, сюда надо будет кого-то назначать, когда его достроят. Но мы посмотрим, короче. Пускай достраивает. Он, по-моему, тоже камни стоит. Нет? Я не посмотрел. Да вроде нет, просто деньги. Он еще из-за содержания деньги ест. Видите, у нас сейчас содержание. Что-то помощь на пятерку увеличилась. Ну, хорошо. Так, ладно, смотрим. У меня два безработных. Я полагаю, что один из них точно пойдет в каменотесы. А второй, скорее всего, будет работать в таверне. Пока мы больше людей не наймем. И давайте заложим где-то таверну. Таверна имеет область влияния на дома, соответственно. И мне нравится, если она будет стоять вот здесь. Смотреть, например, сюда. Да, дорогу перестроим. Немножечко. Инструмент сноса. Да мы поняли, да, спасибо. Так, она у меня, короче, вот сюда встает. Вот эту дорогу тоже, наверное, снести придет. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, вот. Можно даже вот сюда подвинуть. Вот так как-то ее поставить. Вроде ничего, да? Да, здесь будет таверна. Организуем ей сразу дорогу. Вот эту дорогу мы удалим. Она тут нафиг не нужна. Ну, как не нужна? Нужна, конечно, но, в общем, я перебарщил чуть-чуть. Все, теперь все здания построены практически. Нанимаем камнетеса. У нас пока есть 40 камней. В принципе, этого хватит. И на это, и на то. Единственное, вот... Рабочих мало у меня. Здесь небольшой дефицит в людях. Нужно больше людей. Нужно больше человеченки. Вот бравая тетка уже рубит камни. И, скорее всего, этому дому это не нравится. Хотя вот привлекательность 3. Вроде в минус не падает. У них, кстати, есть... Какой-то Роберт. Может быть, это их сын. Непонятно. Короче, они тут в этих домовладениях по 3 Харри живут. Понимаете, как классно. У нас место еще на двоих осталось. То есть, если сейчас придут 2 эмигранта, мы их поселим. И надо будет строить новое домовладение. Вот, собственно. Ну и прекрасно. Я не против. Нам нужно построить склад еще. Я забыл совсем про склад. Вот у нас есть склад. И я бы его разместил вот здесь. Рядом с нашим замечательным лагерем рабочих. Но я, видите, как его ставлю. О, у меня... А, нужно поставить ему... Вот, видите, я так и знал, что ему придется еще что-то размечать. И, походу, я сделаю это вот так. Недостаточное золото, милорд! Старая добрая деревянная таверна, говорит мой друг-рассказчик. Подожди. Вот, нанимаем сюда чувака. Рядом с таверной всегда радостная. Чем радостнее в королевстве, тем больше поселенцев оно привлечет. Давайте смотреть, что там по счастью. Вот у них появилась таверна, было счастье что-то. Ну вот сейчас 67, будем смотреть, будет ли оно расти вообще в целом. Ну и я, кстати, заметно просел по доходам. Потому что содержание жилья-то как бы выросло, понимаете. Нам нужно больше людей. Еще 4 дня до следующей двойки. Сейчас подождем. Все фигня. И меня еще интересует по жратве, что происходит. Запасы 30. Амбар я не строю. Надо амбар, наверное, построить, слушайте. Чтобы они там хранили хавчик-то, который на ферме этой вот производится. Когда они ковыряются, а хавчик не того. Но все еще 30-ка. Давайте, может... О, принесла. Пятерку собираю с клетки. Мало будет это. Мало. Нам все еще не хватает на склад. И это, знаете, почему так происходит? Потому что я поставил максимально большую ферму. Может быть, я зря так сделал. Принимаем поселенцев. Наконец-то у нас есть пополнение. И я сразу одного нанимаю сюда в ферму, чтобы они помогали собирать жратву. Здесь у нас уже все наняты. И у нас получается один чувак лишний получился. Нужно ли здесь ничего? Здесь нет. Походу, чувак и деревья будет рубить, и новые сажать. Она. Чувиха. И сразу, смотрите, сразу возросли доходы. Потому что у нас больше поселенцев. Следовательно, давайте-ка упоримся по еще одному домовладению. Я его сейчас размечу. Мы целимся сейчас, конечно, в получение награды. Но я все равно размечу домовладение. Ну, допустим... Сюда в гору мы не пойдем. Мы эту гору обойдем. Вот здесь будет домовладение. Вот так вот. 35 монет оно стоит. Давай автоматически. Хотя не. Я, наверное, все-таки сам это сделаю. Поставим тут им пасеку. Это дает у нас домашнюю еду. И можно поставить в этот раз им еще и яблоню. Таким образом, у нас будет больше еды у этого вот конкретно поселения. Дома, в смысле. Домовладение, да. Тем временем счастье упало. Ну, на 60... На один пункт до 66. Что печалит меня, конечно, сильно. Ну, ладно. Ждем бабло. Ждем, вернее, сначала дом, потом налоги. Так, что он говорит? Что он говорит? Агнес, привет. Пишешь, подожди, принцесса. Я еще не готов. А вот эта штука как вообще влияет? Мы можем поставить вот такой красивый столик, чтобы здесь кто-то сидел. Не знаю, будут ли они сидеть, но у меня дерево есть, поэтому мне нормально. Так, вода не достает, да? Смотрите, вода не достает до этого дома. Почему нельзя, кстати, колодец разместить в домовладение? Было бы очень удобно, мне кажется. Ну, ладно, я сейчас еще один куда-нибудь сюда вкорячу. Надо только вот эти деревья посносить, а не... А можно сносить-то их нельзя. Класс. Ну, ладно, короче, колодец. Колодец будет жить у нас... Допустим, здесь будет дом, здесь я поставлю колодец, а его домовладение, этого дома, мы немножко сделаем по-другому. И будет классненько, да. Вот, деньги кончились у меня, ребята. 4 бакса осталось, ну или рубля. Так, и у нас 14 человек. И я вот думаю, куда их назначить. Можно одного назначить в каменоломню, потому что там всего одна тетка работает. Здесь все назначены, тут все назначены. Можно еще одного рабочего добавить, но, по-моему, один вообще изи справляется, я не так часто строю дома. У нас даже еще одно место есть, кстати говоря, что прекрасно. Но мы сейчас ждем денег, чтобы построить склад, получить немножко денег. Вот так, деньги нужны для денег, понимаете? Вот так это и работает. Смотрю я на эти налоги, ну и жду, кстати говоря, людей. И понимаю, что налоги приходят, насколько я понимаю, два раза в неделю. То есть, вот смотрите, один день остался. Сейчас мы их получим. Вот, пять дней до следующего платежа. А эти самые иммигранты приходят раз в семь дней. То есть, вот, и получаем. Ну, не два раза в неделю, хорошо. Но все равно, короче, раз в пять дней. Пятнадцать человек у нас в деревне теперь существует. И у нас теперь хватает на то, чтобы построить склад. И мы это делаем. И сейчас заберем еще сорок монет, которые дадут, в свою очередь, нам возможность построить здесь домовладение. Вот, единственное, я бы хотел, конечно, чтобы... У меня тут еще была одна дорога, но я, наверное, ее вот здесь проведу. И домовладения будут жопой к этим домам стоять. И мы вот эту дорогу где-то вот здесь соединим. Будет такой квартал. Ну, и я тут еще посмотрел. Смотрите, до маленькой деревни нам осталось 18 человек. И еще, я что увидел, интересно, если мы зайдем в любой дом, то вот здесь у нас есть в управлении жилищем старший по дому. То есть, эта фигня автоматически работает и назначается. А вот и склад подъехал к нам. Что у нас там по еде? 150 из 150. Слушайте, надо амбар строить. Вот прям вообще без вариантов. Амбар стоит 50 монет, 10 камней, 15... Это двух крестьян или одного горожанина. О, как интересно. 5 на содержание. Так, берем деньги. И теперь у нас появляется одно из самых интересных заданий. У нас открылась новая кнопка, называется меню статистики. И мы должны выбрать подданного, используя меню статистики. Назначьте подданного на рабочее место, используя меню статистики. Ну вот, на складе у нас как раз есть два места для работы. И мы вот заходим, значит, в меню статистики. И что мы тут имеем? У нас есть рабочие места. У нас есть финансы, которые пока поют романсы, но мы, в принципе, в плюсе. Так что можно радоваться. Есть журнал событий, в который можно посмотреть, что происходит и когда вообще все записывается. Офигеть. Ладно. Рабочие места. Значит, вот у нас есть склад. То, что желтое, я так понимаю, там недостаточно людей. А то, что зеленое полностью укомплектовано, а то, что красное вообще без людей. Состояние одной из хранилищ заполнено. Это управление, это ферма. Вообще удобно, кстати. Вот у нас есть безработные Изабелла и Матильда Лопес. Мексика. Нанимаем одного на склад работника. Я не думаю, что сейчас надо два. Мне кажется, один вполне себе справится. Такие дела. Вот назначили мы, получается. И выберите подданного, используя меню. Так, выберем связиста. Забрать 10 денег. Приобретите новую территорию. О! Наконец-то. У нас появилась третья новая кнопка внизу. И теперь мы можем покупать новые территории. Значит, если смотреть, мне очень нравится вот этот квадрат. И мне очень нравится вот этот квадрат. И вот этот квадрат. Потому что этот вообще не имеет никакого смысла. Мы тупо с ним даже не сможем взаимодействовать. Я не умею строить мосты. Может быть пока, а может быть вообще. Я даже не знаю на самом деле, какой взять-то. Ну, наверное, этот надо брать. Здесь меньше всего препятствий. Здесь больше всего ресурсов. И здесь есть какие-то руины, которые надо посмотреть. Короче, надо сотку заработать. И, наверное, да, возьмем этот регион. Он самый привлекательный сейчас. Так, ферма, привет. Говорит, что у нее склад заполнен. Давайте все-таки упоремся в амбар. Вот такой он красивый. Я его поставлю. Блин. Ну, как-то вот придется вот так ставить его, получается. Тут дорожку, которая должна была закончиться чуть раньше, но я ее почему-то продлил. Ну, в общем, сейчас у нас будет амбар. Я надеюсь, там не нужен будет рабочий. Хотя я не удивлюсь. Но мы хотя бы начнем еду хранить. И хранить ее в больших количествах. И если мы предположим, что полезем сюда, мне нужна будет еще одна дорога в эту сторону. Жалко, тут нельзя по диагонали строить в этой игре. Но это ладно, стерплю. Давайте упоримся немножко по домам. Мне нужны дома. Больше домов, больше налогов. Понимаете? Я уже начинаю мыслить, как настоящий боярин. И вот, смотрите, какой кайф. Мы можем домовладение вот так растягивать. То есть вот этот колодец, он нам особо не помешал. Если я уберу вот здесь, не смогу добавить-то, да? Ну, позязя. Режим планирования. А можно мне территорию-то? Пожалуйста, дайте. У вас в регионе 25. Ну, я бы хотел очень сильно. Очень странно, но мне не дают ее поставить. Во, теперь дают. Ага, слушайте, вот оно как работает, Михалыч. Угу. Ну вот, видите, я об этом и говорил. То есть мы можем двор, в принципе, не продлевать дальше. Мы сюда еще одно домовладение впердохаем, и у нас все будет офигенно. Вот сюда бы, конечно, нельзя размещать перед домовладением. Небольшие ограничения. Ну, короче. Поставим сюда привлекалого. И поставим сюда курятник. Почему нет? Ну, вот так, например. А здесь у нас будет дорога, как я, собственно, и запланировал. И у меня больше нет денег на новую дорогу. Я в нищеброд. Народ приедет через три дня. Мы за три дня должны дом построить. Приоритетность существует? Да. Можно поставить приоритет, но он тут, видите, такой довольно простой. Вы просто ставите галочку. В первую очередь завершите эту постройку. И мы ее завершаем. Кстати, амбар уже готов. И там есть два рабочих места. И вот поэтому я и не назначал никого. Мы теперь можем Изабеллу попросить работать в амбаре. Теперь мы сможем еду перетаскивать с этой фермы. И я бы, на самом деле, упоролся бы. Это, конечно, у нас классно, что овощи там растут. Все такое. Ой, у нас, кстати, лесорубов мало стало. Мне кажется, сейчас надо добавлять на это производство людей. И одного, может быть, даже на склад. Потому что что-то как-то совсем медленно они лес-то рубят. Ну, правильно, ей надо и рубить, и сажать. Я понимаю, она бесится немножко. Я бы тоже бесился. О, 24 монеты есть. Можно дорогу продлить. О, далеко. Вот так я хотел сделать. Теперь у нас тут есть дорога. Вообще, я хотел, наверное, не совсем так сделать. Но и пофиг. Так тоже сработает. Домовладения будут мордой к этим. Я хотел жопой прям, жопой к жопе стоять. Но, ладно, ничего страшного. Мы сюда пока не будем ходить. Хотя я бы оставил какой-то здесь разрыв, чтобы... Ну, вот здесь можно будет проехать. Нормально, короче. Все хорошо у нас идет. Таверна работает отлично. Туда все влезет. Принимаем двух поселенцев в нашу коммуну. И у нас, кстати говоря, еще один человек. Еще один. И будет маленькая деревня. Вот это уже прикольно. Теперь мы зарабатываем 32 монеты. С едой все отлично. Как у нас 67, так и сидит счастье. Я думаю, что счастье надо качать украшательствами. Но здесь не написано, сколько они вообще дают. Если мы на дом посмотрим, вот его бусты. У него есть колодец. У него есть таверна. И есть белевая веревка. Это то, что находится у него во дворе. А вот, например, про круглый стол он вообще ничего не говорит. То есть, вот и про это дерево тоже прекрасное раскидистое дерево. Никто ничего об этом не говорит. То есть, вот эти вот декорации, это чисто для меня. Чтобы я мог потеребонькать. Ну вот. К сожалению, ребята. К сожалению. Ну ладно, будем копить, значит, где... О, нифига. Склады забиты. Что? А, нет, не забиты. 93 из 375. Ну, короче, склад-то не такой уж и большой, как хотелось бы мне. Но я могу еще один дом, на самом деле, построить. И я думаю, что надо делать. Надо увеличивать количество домов. Потому что количество домов увеличит нам количество налогов. В общем, я мыслю, как настоящий барин. Я могу, кстати, поставить дом сюда мордой. И до конца растянуть его домовладение. Кстати говоря. У меня не хватает денег. К сожалению. Два дня до денег. Восемь дней до... Восемь дней? А чё вы как? Они дольше начинают ехать ко мне. Походу, моя привлекательность... Не то, чтобы снизилась, она не подросла. И поэтому они немножко бесятся. Так, деньги мне дай на дом, пожалуйста. Давай уже. Спасибо. Ну, нужно построить еще углежога. Который стоит тоже какое-то количество денег. И мы должны новую территорию приобрести за сотку. И получить за это кэшбэк в размере 50%. Но сперва домик. Домик. И, допустим, вот такое вот у него будет землевладение. По-моему, прикольно. Мы поставим сюда. Чтобы на всю улицу воняло, понимаете? Я люблю так делать. И будку. Черт, 55 монет. Ну, а если я это, допустим, снесу? Тогда 35. Вопрос. А если я это построю, мы сможем потом добавить? Сможем. Отлично. Тогда, то есть, мы дом сейчас строим. Со спокойной душой. Принимаем новых людей через 4 дня. Ну, и, соответственно, добавляем им какие-то плюшки во двор. Очень удобно, кстати. Нормально вообще. И это, кстати... Какое-то слово-паразит на меня напало. Ну, короче, вот эти домовладения, они эффективнее, чем вот эти широкие. Их вообще можно в 4 блока ставить, учитывая, что мы всего 2 эти самые можем разместить там. Плюшечки-то, понимаете? Я-то просто сразу с счетом на то, что эти дома будут прокачиваться. И мы получили деньги, и мы... Я все-таки передумаю, сортир поставлю подальше. И мы поставим сюда теплицу. Во. Я ни разу, по-моему, ее не строил. Интересно посмотреть, как она выглядит. Принимаем поселенцев. И поздравляю. Хорошая работа. Достигнула новая ступень поселения. Теперь можем зваться маленькой деревней. Отныне ваша семья будет ожидать регулярных отчислений в размере 15 в семейный фонд. Это типа королю, знаете, налог, я так понимаю. Так, вы получили 75 монет, гильдия гонцов, а открылась лесопилка и культура пшеница. Вопрос. Если у меня открылась культура пшеница, открылась ли у меня культура мельница и культура, я не знаю, бейкери, чтобы эту мельницу, понимаете, там взять муку и сделать плюшку. Так. Где? Я не понимаю. Нету, походу, потребности. Гильдия гонцов. Мы должны делать ее из досок. Но это подождите. А у меня нету мельницы, смотрите. Превращает зерно в муку. Обосраться можно, да? Короче, все это требование достигните ступени поселения деревни. То есть сейчас это вообще бессмолезно и бессмысленно. Мы можем просто вот как бы сюда зайти и у нас открытое поле. Но оно как бы нахрен не нужно, потому что у нас тут тыковка растет и все у нас вообще отлично. Мы потом эту тыковку просто можем снести и на ее месте вырастить уже пшеницу. Либо добавить вторую ферму, которая будет уже пшеницу эту делать. У нас тут огромная территория в перспективе. Я ее, наверное, заберу. Так, давайте смотреть, что у нас происходит по налогам. Да, вот видите, семейная помощь 15. То есть это отчисление условному королю как фаундейшн. Ну и содержание жилья там и всего остального 31 бакс. И мы в целом зарабатываем всего тридцатку. Но я думаю, что сейчас еще приедут... А где? Вот. Через 8 дней приедут еще 2 чувака. И мы можем выйти в деревню, когда у нас будет 30 человек. И у нас появилось величие. Величие служит ресурсом для особых действий или предметов и предметов. Оно также влияет на некоторые взаимодействия с другими правителями. Дипломатия, да? О, это прикольно. Смотрите, у них курочки ходят, если курятник паст. О, какие прикольные плюшки. Цыпа! Лучше ее не трогать. Или это было в другой игре? О, разработчики юмор идут. Молодцы. Ну, вот. Как бы вот такая у нас получилась деревня. Но я хочу... Я хочу открыть вот это поселение и посмотреть, что такое вот эти руины. Мне очень интересно. И у нас уже есть деньги. И мы идем в этот режим. И, наверное, все-таки покупаем этот квадрат. Вопрос. Нет, не увеличились налоги. Фаундейшн, когда ты докупаешь территорию, ты потом еще больше платишь за нее налогов. Так, приобрели. Полтинник получили. Достигнут ступени поселения деревня. Полтинник еще получили. Постройте таверну. А, значит, трактирочка получили. Не знаю почему. До этого нам за это не платили. Ну, и, значит, гильдия гонцов. Производите 10 ресурсов доски. Постройте гильдию. Назначьте гонца. Это вот как раз-таки открывается дипломатия. Но это... Подождите. Мне интересно, что за руины. Это событие, с которым может взаимодействовать ваш герой. Это старое здание давно пришло в негодность. Но, может быть, внутри осталось что-нибудь полезное. Вопрос, как его проверить. Видимо, мой герой пока не юзабелен. Я просто... Ну, взять, например, какого-то крестьянина. И мы можем... Мы не можем отправить его сюда. Видимо, это как-то по-другому потом будет исследоваться. Пока недоступно. Ладно, друзья. Я думаю, что на этой прекрасной ноте мы ознакомительную первую серию по этой вот замечательной игре закончим. Пишите, как вам оно? Как вам оно? Мне очень понравилось. Она такая классная. Она такая няшная. В общем, давно не было ничего вот подобного очень приятного на вид, на геймплей и на все остальное. Поэтому я думаю, что я буду продолжать это безобразие. Пишите, что вы об этом думаете. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Спасибо, что досмотрели до конца. Обратите внимание на ссылки в описании. Там всякие бусти есть. Там телега есть. На бусти можете поддержать канал. Там недавно вышел очень крутой и подробный видос про Far Cry. В общем, короче, происходит вокруг нас много всего удивительного. А мы увидимся с вами в следующих видосах. Покусечки.